Васильев заявляет требование об оплате ему оставшейся суммы по договору. Объяснить этот факт действительно невозможно. То есть он еще имел наглость заявить оставшуюся сумму? И впоследствии данное решение суда было оставлено в силе Воронежским областным судом. То есть он хотел его еще обжаловать? Да, он обжаловал. В настоящее время, также у нас было после его уже на основании этого решения суда. Жители города Борисоглебск, вы прежде всего заинтересованы в том, чтобы этот сюжет максимально распространился. Чтобы люди знали правду, чтобы никто ни при каких обстоятельствах не попадал в аналогичную ситуацию. Распространите среди друзей, знакомых и близких максимально мокру лиц. Если вы пострадали от действий Васильева или Мартакова, обязательно пишите в комментариях под этим видео. И если вы до сих пор не подписаны на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей Юрьевич Беломыцкий, я адвокат и представлял интересы Чепрасова Алексея Николаевича, у которого был спор с Васильевым Станиславом Леонидовичем. Леонидовичем. Девушка с Воронежем вашей? Зачем руку на женщину поднял? Девушка с Воронежем вашей? Слышишь или нет? Вот эта девушка с Воронежем вашей? Зачем руку? Юрист нашего города Бресолепска. Спор возник на основании того, что Чепрасов Алексей Николаевич, мой доверитель в последующем, он обратился за юридической помощью к Васильеву Станиславу Леонидовичу, согласно которой последнее взял на себя обязательства по решению земельных вопросов. Они заключили соглашение между собой, согласно условиям соглашения, оно было заключено на срок в 6 месяцев и там было несколько вопросов по поводу землеустройства. Моим клиентам была исполнена обязанность, предусмотренная договором, а именно оплата, предоплата в размере 130 тысяч. И согласно взятому Васильеву на себя обязательствам, после этой предоплаты он должен был произвести определенную договором работу. Несмотря на это, спустя где-то около почти год получается, договора исполнения не было, хотя, как я указывал ранее, срок его действия был на 6 месяцев, то есть он истек, получается, в марте 2018 года. В августе 2018 года Васильев заявляет требование об оплате ему оставшейся суммы по договору. Объяснить этот факт действительно невозможно. То есть он еще имел наглость заявить оставшуюся сумму, чтобы оплатил, правильно я понимаю? Да. То есть ничего не сделав? Третон, что фактически из всех условий договора там было одно только исполнено, как установил впоследствии Брестолевский районный суд и апелляционная инстанция Воронежевско-областного суда. А остальные условия, которые были согласованы по договору, основная их часть, они просто были не исполнены. Таким образом, в августе он заявил требование к моему подзащитному доверителю о выплате ему оставшейся суммы денежных средств в размере 110 тысяч рублей. Мой доверитель, естественно, не согласился. Он пояснил, что вы договор фактически даже практически еще не исполнили, а требуете уже оставшуюся денежную сумму. На что Васильев обратился в Брестолевский суд с требованием о взыскании данной суммы, согласно условиям договора, с моего доверителя. В ходе судебного процесса я представлял интересы Чапраса Алексея Николаевича. В результате суд отказал в удовлетворении требований по поводу взыскания смыла подзащитного денежных средств. И впоследствии данное решение суда было оставлено в силе Воронежевским областным судом. То есть он хотел его еще обжаловать? Да, он обжаловал. В настоящее время, также у нас было после уже на основании этого решения суда, мой доверитель обратился в Брестолевский городской суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения по договору, который был заключен, а также штрафа, который был предусмотрен этим договором. Данные требования тоже были нашим Брестолевским судом удовлетворены и оставлены в силе определения Воронежевского областного суда. Таким образом, в настоящее время оно вступило в законную силу. Но в настоящее время фактически решения суда не исполняются, не выплачены со стороны Васильева ни судебные расходы, которые были потрачены моим доверителем на мои услуги, на мою оказанную юридическую помощь, ни неосновательного обогащения не было так же компенсировано. Кроме всего прочего, хочу также отдельно отметить, что Васильев после того, как у них произошел конфликт с моим доверителем, он начал постоянно направлять всякие жалобы в адрес моего доверителя, по поводу моего доверителя во всевозможные инстанции. Пожарный надзор в администрацию, муниципальный контроль. Он таким образом всячески со своим клиентом бывшим, как минимум, он пытается как бы... Я так понимаю, что это в виде мести какой-то, преподносится мести. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Отомстит решил за то, что тот выиграл суд. Все верно, абсолютно. Да, отношения, я так понимаю, предпринимательные на какой-то ваш клиент. Да. И судя по информации, которая имеется, он со многими предпринимателями так и поступает с бывшими своими клиентами. Он жалобы постоянно направляет по поводу и без повода. Так скажем, месть. Какую сумму Васильеву присудили общую? Присудили к взысканию. Получается, на основании судебных издержек, которые были по первому процессу, который Васильев обратил в судебную инстанцию, там в размере, насколько помню, около 35 тысяч было присуждено. Впоследствии, в качестве неосновательного обогащения, и штрафа с Васильеву была взыскана денежная сумма в размере 90 тысяч рублей. Из-за этой суммы пока ничего не погашено, не выплачено моему доверителю. И последний самый спор как раз у нас был о взыскании судебных расходов, там около 60 тысяч рублей, которые также в настоящее время пока еще не погашены. В общей сложности он где-то должен около 200 тысяч примерно, до 200 тысяч. Где-то около 170, где-то, наверное, так получается. И он никаким образом не исполняет, на нем никакого имущества, так понимаю, не зарегистрировано, абсолютно ничего. Гол как сокол. Нет, приставы указывают, что есть автомобиль, за ним числится, который в настоящее время арестован, и также недвижимость, земельный участок, и там несколько строений на данном земельном участке. Автомобиль у него? Автомобиль, насколько я знаю, точно не могу утверждать. Насколько мне известно, это, по-моему, марки «Мерседес». А перспективы и реализация этого имущества имеются? Да, я думаю, да, почему нет. Ну, к приставам это уже дальнейшее наше обращение будет к приставам. То есть он лишился квартиры, лишился 250 тысяч, и при этом платит ипотеку в банк. Тот, кто пострадал от действий Мартакова или же Васильева, если вы смотрите этот сюжет, обязательно свяжитесь с нами. Я его работник, да. Все, я понял, Дим, все хорошо. Я даже вспомню, мы с тобой когда эти деньги ездили, снимали, я ему звонил, говорил, типа, так и так, что остальную часть завтра снимет, он меня заставлял ездить даже по другим комкоматам. Кто из них врет, получается? А я не знаю, мне кажется, они уже оба... Они забрались настолько, что кому верить? Это вообще кошмар, бессовестный нахал, а папа правде... А вот дома вы будете заниматься? Это вообще кошмар, бессовестный нахал, вообще... С квартирой, с ипотечной как быть. С квартирой вы ипотечной, но у вас другое жилье есть какое-то? Нет. Вот, по идее, по Конституции Российской Федерации, мы сколько пытались уже взыскание наложить на жилье, единственное жилье не подлежит взысканию. И, в принципе, банкрот может жить в этом жилье. Да что ты, черт побери, такое несешь? Завели уголовное дело. Он меня выгнал из кабинета. Ну, во-первых, самое интересное, Мартаков сам бывший сотрудник полиции. Это первое. Значит, это подтверждается, даже есть соответствующие статьи, где он фигурирует в форме. У Васильева вроде как бы хорошие дружеские отношения с начальником полиции Бориса Глебска. Да-да-да. Они даже фотографировались, они выкладывали ВКонтакте. И он сейчас меня вообще бы сбил бы еще. Видел, я с ней ездила. Слушайте провокацию, а позже вернется, будет деньги с меня вымогать. Даже так. Помогать деньги. Ладно, давайте. Оп, закрылся. Вы свое лицо-то видели фотогеничное, чепушилное? Вы не видели лицо? Чепушилное лицо вы свое не оскорбляете. Ты на женщину зачем руку поднял? Да я стажер, я здесь всего неделю. Вы деньги брали 10 тысяч, правильно? Я не считал, я передал вот тут. Вы понимаете, в каком свете он сейчас себя показал? В крайне негативном. И сейчас те, кто с ним будет работать, весь оттенок, отпечаток будет наложен на тех людей. Да я уже понял. Вот это вы понимаете, да? Конечно. То есть это как бы репутационный такой момент, что в своем городе он настолько низко себя повел, применив физическую силу к женщине, что он просто должен был, вот просто он сейчас должен банкротов себя объявить, моральным, как компания. Как вы поняли, это еще не все. Это не конец истории, а только начало. Продолжение следует. Васильев, держись. Наша Санта-Барбара только начинается. Жди следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова